Добрый день, уважаемые коллеги! Мой доклад очень похож на предыдущий, тоже применение C3D в программе Calium Oriented, но в данном случае не CFD, а статические низкочастотные электрические магнитные поля. В какой последовательности мы попробуем рассказать? Сначала, чтобы понимать контекст о проекте в целом, по схеме команда, задачи, пользователей, которым эти задачи нужны, и продукт, который все вместе объединяет. Дальше, наш технологический стэк, пару слов о том, какие библиотеки мы используем, для чего, какое место в них занимает C3D, топология, геометрия, сетки, решатели, конечно, не успеем, визуализация. И конкретный кейс, что нам не хватало в C3D, что C3D для нас делала, а потом стандартный список жалов, очень похожий на предыдущий. Значит, ЛК, команда начала работу еще в советские времена, на рубеже 88-89 года, был создан первая группа инженеров с электросилы, ленинградская электромашиностроительная предприятие, ушла в самостоятельное плавание, стала работать над своими проектами. Команда примерно пополам состоит из инженеров-электриков политехнического происхождения и математиков университетского происхождения. Команда небольшая, разработчиков у нас никогда не было больше пяти, число всегда дробное, оценить его трудно, потому что студенты туда-сюда. Первые продажи через два года, с 93-го года начались зарубежные продажи, сначала европейские, потом американские, но на операционную безубыточность мы сумели выйти только еще двумя-тремя годами позже. Все это время нас поддерживали коллеги, которые только и сделали возможным существование этого проекта. Мы компания одного продукта, поэтому все 30 лет мы занимались его совершенственным развитием, добавлялись в постановки, сначала статика, потом в частотной области, потом в временной области, не стационар и все такое, расширение на некоторые другие виды постановок. Ну и в какой-то момент, который мы условно обозначаем как зрелость, мы заметили, что, во-первых, все предыдущее было двумерное моделирование. Мы в какой-то момент заметили, что без трехмерных моделей жить нельзя, хотя по-прежнему основной свой доход и основные научные результаты, судя по публикациям, 2D. Но тем не менее, мы перестали переходить в 3D, а все присутствующие знают, что 3D это совершенно отдельный продукт, у него в 2D почти нет ничего общего. Ну и у нас еще появился API, который представляет нашу всю функциональность программы, не только в форме графического интерфейса, но и как API для скриптов или проблемно-ориентированных приложений. Значит, задачи. Это электрическое поле, оно бывает электростатикой, то есть поле в диэлектрике, растекание постоянного тока, то есть электрическое поле в проводнике, а с точки зрения электростатики его нет, но оно есть. Если добавить в задачу время, то можно в игру включить не только диэлектрическую проницаемость, но и проводимость материала, получается много интересных результатов. Есть также и честный инстационар с дискартизацией по времени. Магнитное поле, это тоже магнитостатика с полным учетом негнейности материалов. Если в задачу это добавить время, то появляется такой замечательный эффект, как кривые токи, эффект близости, эффект поверхностный эффект. И большинство технических задач решается именно этой постановкой, а если нагружение импульсное, тогда есть и честный инстационар. Задачи теплопроводности, оказывается, описываются тем же самым уравнением, поэтому мы добавили еще и теплопроводность, статическую и трензиент. И что для меня, как электрика, особенно странно, что оказывается и задача упругих напряжений и формаций, по крайней мере, плоское напряженное, плоскодеформированное состояние, тоже описывается уравнением, похожим на уравнение по осонам, только потенциал там, это перемещение. И есть и такая, но она очень детуцированная, механики над нами смеются, но такая задача тоже имеет смысл. Сейчас я покажу в чем. Вот в чем, в связях межзадачных. Связи у нас бывают такие, если в задаче есть топ, то возникают потери и квадраты, которые можно передать в качестве источников в температурную задачу, рассчитать температурное поле и даже вернуть его обратно для того, чтобы уточнить в электрической части сопроводимости, которые могут зависеть от температуры. Другой аспект связи, это если в задаче есть электрическое или магнитное поле, а оно всегда есть, то оно действует силами на объекты, погруженные в поле. Эти силы могут стать, и плотность силы передается как источник в задачу упругих напряжений, вот для чего она и нужна. Туда же можно передать температуру для того, чтобы учесть термические напряжения и получить полный анализ модели. Еще у нас есть такой внутренний вид связи, запоминание магнитного состояния для вычисления имплементальных индуктивностей. Кто этим всем пользуется? Ну тут вообще у нас пользователей единицы сотен, так примерно оценивается число. Мы их классифицируем на промышленность исследовательской организации и образование. Тут, конечно, интересно рассказывать про каждого, потому что есть масса интереснейших нетривиальных юзкейзов. Ну вот только классификация. Это электротехническая промышленность в основном, причем тут есть крупные имена, но вот кто знает, это вот ведущие производители. Обогащение, сепарация разных и неробных материалов. И вот эти последние строчки, это наши кормильцы в последнее время, потому что выяснилось, что у строителей есть так называемые, на наше счастье, актуализированные редакции СНИПов и тепловой защиты с дальней. И им нужно в экспертизу сдавать картины поля и уточненные расчеты тепла в узлах. И тут мы как тут, как тут. Причем мы совершенно не специализированный продукт, мы ничего не знаем про строительство вообще, но вот универсальный продукт оказывается пока, пока они не подоспели другие люди, пользуется спросом. Значит, исследовательские организации тут отраслевые, наши электротехнические, из большой физики, но ясно, что они используют ЛХАТ не для раскрытия тайн природы, а для работы со своим оборудованием, которое у них очень нетривиально. Из материала ведения, это неразрушающий контроль, non-destructive testing и магнитные материалы, это наши профильные. Ну а образование, что касается обучения в аудиторных условиях, это вообще наше, это очень наше, потому что пользователи считают, что ЛХАТ как первый продукт, как первое знакомство с миром конечных элементов лучше нет. И у нас есть собственный опыт преподавания и опыт десятков вузов страны электротехнических, особенно кафедр, которые считают, что ЛХАТ очень дороже для ввода студентов в эту специальность. Это петербургские наши институты, наши сестринские, братские институты МИИ, ну и вообще все, у кого есть кафедра теоретической электротехники или общие. Функционально. Если вот нарисовать такой workflow, как линия, ведущая от постановки задачи к результату, то на ней находится геометрическая модель, которая, это модель и сетка. Сетку, все это строится внутри, если надо, геометрия импортируется частями или целиком. Ну если есть схема электрических соединений, рисуется тоже здесь, но она, импортировать ее мы не умеем пока, работа с данными, решатели, которые не видны, но это ядро проекта. И большой интерактивный постпроцессор для извлечения результатов и, как считается, не только цифру, но и понимания по фразе. Если нашего постпроцессора не хватает, что бывает очень редко, есть экспорты, анализ можно продолжить. Геометрический редактор у нас двумерный, очень аскетический, встроенных примитивов там абсолютный минимум, точки, вершины, отрезки, дуги, окружности, но этого достаточно, чтобы рисовать все, что нужно. А если нет, то импорт. Или у нас есть еще один, такой небольшой, для вставки фигур более высокого уровня. Сетка – это наша ответственность. Значит, тут главный момент – это управление густотой. Мы применяем только симплекс-элементы, линейный треугольник. Значит, наша главная задача – это управление густотой сетки. Вот здесь показано, там, сеточка в зазоре электрической машины. Для управления густотой сетки есть ручное управление, то есть задание желаемого шага сетки в любом количестве вершин модели от нуля до всех с интерполяцией. Или адаптивное сгущение сетки по пастериорной оценке другого решения. Вот есть и такой алгоритм, причем основным мы считаем первым, и этому студентов учим. 3D. Значит, тут хотя коротко написано «редактор», но нет у нас 3D-редактора. То, что у нас есть – это Viewer. Такой Advanced Viewer с возможностью расстановки атрибутов топологических объектов. Значит, геометрию в 3D в нашем можно получить двумя способами. Либо экструзии из плоскости, и тогда все делается внутри пакета, либо импорт. И тут, конечно, C3D-конвертер мы активно используем с благодарностью. Вот здесь импортированная геометрия, только твердотельная, только берег. Здесь полусфера и торс соприкасающиеся, а там они показаны прозрачно и с сеточкой, чтобы было видно. Вот здесь проблемы кроются основные. Теперь, независимо от того, откуда взялась трехмерная геометрия, генерация трехмерной сетки из тетрайдеров – это наша работа. Она имеет управляемую густоту. Здесь у нас адаптивного пока нету. Здесь только ручная расстановка шагов, в любом числе вершин модели, опять-таки от нуля до всех, с интерполяцией. Сетка строится в три этапа, в четыре даже. Это сначала дискретизация ребер, соответствующая пожеланиями пользователя, или при их отсутствии есть специальный солдар, который сам догадывается, как пользователь мог бы захотеть. Затем триангуляция граней, затем внутрь каждого тела, вот границы, стягиванием текущей границы. И еще есть такой этап, это уже относится не к сетке, а к будущей решалке. Поскольку мы использовали метод геометрической декомпозиции, нам нужно группировать тетрайдеры на домены. Домены заранее калиброванного размера для того, чтобы потом построить такую блочную декомпозицию на геометрической основе. Тут, кстати, в 3D и в 2D эта задача решается совершенно по-разному. Значит, для управления густотой сетки, это мы уже обсудили, и теперь тема 2, наш стек технологий, который используется. Он весь у нас в help-about, в разделе благодарности. Программа пока только Windows, Visual C++, ничего тут особенного. Для хранения топологии мы используем библиотеку Seagal французскую. И при визуализации Visual Visualization Toolkit, VTK, библиотека научной визуализации, оплсорсовая. Для хранения геометрии, конечно же, C3D. И для генератора сеток трехмерных. Двумерные сетки мы генерируем сами, а для трехмерных сеток используем такой, один из лидеров индустрии, Visual Klinematics. Их сейчас кто-то купил, они по-другому называются, но в общем, изначально их название Visual Klinematics. У них сервисы для построения поверхностных сеток и сеток из статурайдеров. Значит, в чем была у нас проблема? Вот мы тут, поскольку тоже в этом деле новичками были в трехмерном мире, мы обнаружили с интересом, что вершиной топологии в C3D, например, является тело, а не группа тел. Есть ассембли, но она не помогает, поскольку это не топологический объект. Значит, при соединении двух тел, синий бублик с зеленым бубликом, возникает проблема стыковочной грани между ними. Значит, вот до сих пор это два отдельных тела, ничего не знающих друг от друга. Но нам нужно построить комфортную сетку, и для этого нужен импринт. Одно тело должно отпечататься на другом, сохранение так, чтобы все грани, которые есть на первом теле, появились на втором грани, грани и ребра, и чтобы они правильно были введены в топологию. Это нам нужно для построения комфортной сетки. Сетка построена так, что каждый треугольник в грани контакта является гранью двух тетраэдеров в одном теле и в другом теле. И для того, чтобы такую штуку сгенерировать, нужно иметь топологическое понимание о переходах между соседними телами. И вот такую штуку, да, а вот в результате рассчитанное, здесь тепло, не электричество, просто потому что так нагляднее. Здесь видно, что потенциал, непрерывная функция на границе между двумя телами, а градиенты потенциала, как положено по теории, претерпевают там положенные скачки, потому что свойства разные. И для этого нужна комфортная сетка. И вот, так сказать, все работает. Все работает потому, что C3D, ну, мы думаем, что специально по нашей просьбе, но, возможно, доработала по нашему диалоге с нами, создала две функции, которые вместе реализуют импринт. Отпечатывание одного тела на другой. Значит, ну, завершая уже, хочу обратиться, так сказать, со стандартными пожеланиями, ровно как в предыдущем сообщении. Две трети, это оценка снизу, модели, которые к нам приходят из окружающей среды, с нашей точки зрения битеря. Причем, что значит битеря? Они проходят через наш импринт и потом построение сетки. Они хороши с точки зрения кадра. Они сделаны для того, чтобы удовлетворять потребности, для которых они сделаны. Но для счета они не очень годятся, потому что там при соприкосновении двух тел там есть микротрещины или наоборот налезание друг на друга, неполный контакт и так далее. Значит, что бы мы хотели? Хотели бы, вообще говоря, процедуры лечения. Причем, как я понял из первого доклада замечательного, они все уже есть. Их нужно просто вытащить в API и, так сказать, сделать функцию «хочу сделать мне красиво». Вот такая. Вот модель, нажимаешь кнопку, и модель становится вылеченной. Я понимаю, что так не бывает. Но так бывает, потому что есть продукты, которые этим занимаются. Вот CutFix или что-то такое, которые специально занимаются лечением. У него есть ручное лечение, а есть автоматическое лечение. Автоматическое лечение часто помогает. Значит, ну это надежный импринтинг, обнаружение, выдавление крошечных деталей, «дефичеринг», «свивер», «фейс детектинг» и «ремовинг» — это «свивер», это длинные тонкие грани, разбиение ребер с ежедневными разрывами, конструкция, обнаружение дублирующих совпадающих вершин. В общем, этот список, это не я придумал, это я «вэйсис» вычитал. У них «хилинг» проходит по ведомству «Конвертера». А поскольку я знаю, мы всех знаем о существовании отличной команды «Конвертера», я думаю, что многое уже есть, просто осталось вывести наружу в API. Ну, а то, что не проходит по ведомству «Конвертера», то наверняка проходит по ведомству «Бишейпера». И тоже, наверняка, многие задачи эти были решены, и их осталось только предоставить публике в виде процедуры лечения. Ну да, и после того, как лечение сделано, то есть все ненужное удалено, осталось все это склеить в топологическую модель, чтобы она была корректной и проходила, значит, вот нашу процедуру построения сергии. Вот, пожалуй, все. Спасибо Ситридезу за замечательную работу. Продолжение следует...